Всем привет! Это программа Sport.me Миллион спортивных советов о том, как укрепить здоровье, обрести хорошую форму и всегда находиться в чудесном настроении. Меня зовут Иван Шарпилов. Давайте жить с фитнесом вместе! Сегодня в программе. В тренажерном зале работаем с гантелями в интенсивном темпе. После чего мы отдыхаем с вами полторы-две минутки и приступаем к повторению круга целиком. Получаем заряд энергии на групповом занятии по джампингу. Начинаем мы с медленного темпа, чуть убыстряемся, потом мы чуть замедляемся, даем отдохнуть и финальная связка. Узнаем, какие ошибки мы чаще всего совершаем, желая сбросить лишние килограммы. Первое – это сильное ограничение в питании. Многие люди отказывают себе после шести. Миллион спортивных советов прямо сейчас. Гантели очень удобны для занятия дома. При большой функциональности они не занимают много места. К достоинствам гантелей можно отнести и то, что руки могут двигаться независимо одна от другой, в отличие от тренировок, например, со штангой. Тренируемся вместе! Сегодня мы сделаем с вами высокоинтенсивную тренировку с гантелями. Первое упражнение – бёрпи. Не забываем про то, что гантели мы используем те, которые нам под силу. Если вы новичок, то возьмите самые легкие гантели и попробуйте выполнить с ними. Или вообще сделайте без них. И только потом добавляйте вес. Смотрим, как это выглядит. Наша задача – упор с гантелями, выпрыгнули назад, обратно, выжили. Второе упражнение, которое мы сразу же выполняем вслед за первым – это приседание сумо с протяжкой гантелей к подбородку. Держим гантели перед собой. Ноги ставим широко, носки в стороны. Присели вниз. Потянули гантели к себе. И сели. Локти в стороны. Подбородку. Ошибки забывают следующие. Это, опять же, складывание коленей внутрь во время приседания. Слишком далеко относить гантели от корпуса не нужно. Далее, во время протяжки к подбородку мы стараемся развести локти в стороны. То есть не поднять руками к себе, а именно за счет разведения локтей в стороны поднять гантели в нужное положение. После чего совмещаем движение. И делаем его цельным. И третье упражнение, которое мы выполним сразу же вслед за вторым – это прыжки с махами гантелей через сторону. Наша основная задача – поддерживать здесь интенсивность. Мы делаем непрерывно на протяжении 30 секунд данное упражнение. После чего мы отдыхаем с вами полторы-две минутки и приступаем к повторению круга целиком. Поехали! Выполните упражнение бёрпи с утяжелением. Вес выбирайте себе по силам. Не спешите. Следите за спиной. Не прогибайтесь. Сделайте 15 повторений. Выполните приседания. Ноги стоят широко. Носки в стороны. Колени по направлению носков. Подтягивайте гантели к груди. Локти отводите в стороны. Сделайте 20 повторений. Теперь прыгайте в интенсивном темпе с утяжелением в течение 30 секунд. Приземляйтесь на носки. Амортизируйте. Между упражнениями отдыхайте полторы-две минуты. Выполните 4 круга. Джампинг – это классная кардио-тренировка. Интенсивнее аэробики и даже бега. Он эффективно сжигает калории и равномерно нагружает все тело. Представьте, во время прыжка используется более 600 мышц. Так что это идеальная тренировка для работы над проблемными зонами. Подробности прямо сейчас. Многие привыкли думать, что батут – это забава для детей. Но такое мнение ошибочно. Это оборудование с успехом применяется в фитнесе, помогая всем желающим привести в порядок свою фигуру. Причем в достаточно сжатые сроки. Джампинг – это кардио-тренировка, которая сочетается кардио-нагрузкой силовой, плюс упражнения на баланс и упражнения на растяжку. Мы сочетаем темпы. Начинаем мы с медленного темпа. Чуть убыстряемся. Мы выходим в анаэроб. Потом мы чуть замедляемся, даем отдохнуть. И финальная связка. Потом у нас идет силовая часть. И заканчиваем мы все упражнениями на растяжку. Не стоит бояться батутов. Они выдерживают вес в 120 килограммов. Джампинг – это очень интенсивная тренировка. За час занятий сжигается около 1000 килокалорий. Во время прыжков работают все группы мышц, включая мышцы-стабилизаторы. Этот фитнес развивает координацию движений. И при этом минимально нагружает суставы. Кардиотренировка считается от 30 минут. Для продвинутых клиентов разрешается кардиотренировка полтора часа. Я веду джампинг-функционал. У нас здесь группа очень уже продвинутая, давно занимающаяся. Поэтому тренировка у нас идет где-то час двадцать. Средний темп на занятиях – 135-140 прыжков в минуту. А сами прыжки не вверх, а вниз. Именно благодаря этому и включаются в работу все мышцы. Такой фитнес повышает метаболизм, улучшает кровообращение, увеличивает жизненную емкость легких. Также такие тренировки рекомендуются женщинам для восстановления после родов. Мы тренируем сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат, конечно, укрепление мышц, связок, сухожилий. Развиваем дыхательную систему. А самое главное – это эмоциональный фон. Все делается под веселую музыку, в хорошей компании. Одни плюсы. Повышаем эмоциональный фон. Как только время близится к теплу, мы клянемся себе похудеть, чтобы надеть любимые джинсы, удивить близкого человека или просто изменить себя. Но получается это далеко не всегда. А еще обиднее, когда за парой сброшенных килограммов приходит несколько новых. Почему мы не можем похудеть? Какие ошибки не дают нам сделать это? Общаемся со специалистом. Попробуем подытожить основные ошибки, из-за которых люди не могут снижать вес. Первое – это сильное ограничение в питании. Многие люди отказывают себе после шести. В принципе, это эффективная мера, но для многих она становится слишком сложной, потому что человек еще не спит, допустим, до 12 часов и начинает сорваться. Ему очень хочется есть. Сила воли не развита, дисциплина нету, цели свои не проставил и сорвался. То есть это первое. Второе – это сильное ограничение в плане продуктов. Многие люди ограничивают себя сразу во всем, убирают фрукты, убирают макароны, убирают хлеб. И вот на этом скудном рационе, когда они кушают одну грудку и одни овощи, у них тоже не хватает терпения. То есть они получают быстрый результат за 3-7 дней, потом также срываются, расстраиваются и возвращают результат. Третья ошибка – это маленькая физическая активность. Люди могут ходить в зал, выполнять 40-минутную тренировку, но у них на шагомере получается 3-4 тысячи шагов. И на самом деле всю базовую активность создают шаги. А тренировка – это всего лишь 300-400 калорий, которые легко нивелировать любым там вредным приемом пищи, типа съесть пару сурков или добавить пару ложек сахара в кофе, допустим. Четвертая ошибка – это отсутствие мотивации, и не все понимают, зачем им нужно худеть. То есть это какое-то импульсное решение, которое не подкреплено дополнительно ценностями. Зачем я худею? Можно худеть для здоровья, можно худеть для близкого человека, для себя. И желательно прописывать эти ценности до момента похудения, для того, чтобы это давало какие-то внутренние ресурсы. Можно этот листик повесить на холодильник и пытаться понять, для чего я похудею, что я получу. Потому что мотивация у нас теряется очень быстро в течение недели. В начале недели мы устаем, потому что много работы, в конце не хочется ничего делать, потому что я молодец и много работал. Пятая ошибка – люди выбирают неподходящий способ снижения веса. Нужно знать себя и понимать, что тебе подходит. Кому-то, возможно, действительно подойдет монодиета. Допустим, этот человек любит ограничения, и на них он может выехать примерно 2 недели. Если он уже об этом знает, что через 2 недели он сорвется, нужно после монодиеты перейти на какое-то стабильное питание. Немножко отдохнуть и после этого выбрать еще одну монодиету. Каждая система, выбранная, она постепенно становится у нас дискредитированной. То есть через месяц ты уже начинаешь к ней относиться не очень дисциплинированно, и ее просто стоит поменять, чтобы освежиться. Еще частая ошибка в похудении, когда человек начинает процесс и не договаривается со своей семьей. Когда все собираются за одним обеденным столом, кто-то кушает привычные вкусняшки, например, женщина ограничивает себя. Конечно, начинается внутренний конфликт, и семья здесь – это стая, это гораздо важнее. И скорее всего, человек сдастся и начнет питаться, как его стая. То есть нужно договариваться и стараться менять питание для всей семьи. Начинайте с малого и достигните главного – отличной формы и чудесного настроения. Миллион спортивных советов. Проверьте каждый и воспользуйтесь лучшими. Увидимся совсем скоро. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует...